23 сентября 2014 года стало известно об обнаружении ополченцами серии захоронений мирных жителей на шахте номер 22 Коммунарская под Донецком. Эти преступления были зафиксированы миссией АБСЕ, а Международная правозащитная организация Amnesty International признала, что убийства, вне всякого сомнения, совершались украинскими силовиками. В начале октября 2014 года съемочная группа IGCP побывала на месте трагедии и опросила местных жителей. Они были похожи на натуральных садистов, а не на армию они похожи. Я думаю, что если человек в армии, он так не будет поступать, что люди они заходили, они били прикладами. Например, мою невестку Сьерман Ирину Петровну они вообще ложили на асфальт, ложись вставай, которая женщине под 60 лет. Они пьяные постоянно тут бегали, они все магазины повскрывали, они вывозили отсюда машинами плазменные телевизоры, холодильники у людей, ковры, все, что они считали нужными, компьютеры, все, что считали нужными, то они и увозили отсюда. Ну и как вам сказать, просто что мы, слава Богу, дождались своих ребят ДНРовцев, дай Бог им здоровья всем, и мы были освобождены от этого ада. Все 37 дней, в которых мы сидели, мы считаем, это очень-очень большой ад. Среди нас даже были маленькие дети, которым по годику, они пьяные понапеваются, эти нацики заходили, кричали, что у вас взорвать здесь сепаратисты, и как вы тут это, вам нравится такая жизнь, что вы, мол, типа по подвалам. Нашли одну девчонку с отрезанной головой на шахте коммунарская, а вторую нашли девочку беременную, и третья рыженька с длинными волосами. Молодые девчонки, ну, может, одной где-то годов за 20, второй лет, может, 18, и третья вообще 16 или 17 лет, где-то так. Это мальчика Никиту Коломитцева, которого нашли на шахте 22-й. Молодой парень, нам его жалко, он с нами сидел в подвале, а потом они его взяли и убили. Далеко не все жители поселка Коммунар соглашались дать интервью. Однако данные на условиях анонимности показания сходятся. Ответственность за убийство несут боевики батальона МВД Полтава. Показания жителей поселка Коммунар подтверждаются интервью данным одним из боевиков Полтавы местному интернет-изданию. Мы прибыли под Горловку 20 августа этого года на три дня. В командировочных было указано для охраны общественного порядка. Но из-под Горловки нас перевели в поселок Коммунар. Мы должны охранять общественный порядок, проводить зачистки, а не стоять на передовой линии. Виновные в убийствах мирных жителей в поселке Коммунар под Донецком известны. Это боевики батальона Полтава. Они должны быть привлечены к ответственности. Настрой позитивный. Все пришли за собственным желанием, потому что в стране сейчас достаточно сложная ситуация. Все понимают, почему они сюда пришли. И все едут туда, чтобы защитить нашу державу, навести там спокойствие и защитить наших граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это мои парни, за которых я переживаю, за которых я молюсь, чтобы они в той количестве, которые едут, повернулись на нашу родную Полтавщину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова